Даю ahora la palabra al excelentísimo señor Эрлан Абдиллайеб, министро de relaciones exteriores de Киргизстан. Даю ahora la palabra al excelentísimo señor Эрлан Абдиллайеб. Даю ahora la palabra al excelentísimo señor Эрлан Абдиллайеб. Tema nынешних общеполитических прений «70 лет ООН, дорога мира, безопасности и прав человека», которая четко и красноречиво говорит сама за себя. Господин председатель, текущий год также ознаменован и 70-летием со дня окончания Второй мировой войны, ставшей самой кровавой и разрушительной в истории человечества. Считаем, что важнейшим итогом войны стал прежде всего разгром сил, вставших на путь вероломной агрессии. Не меньшее значение имело поражение бесперспективной политики, основанной на античеловеческой идеологии и тщетных попытках утверждения нового миропорядка. Победа во Второй мировой войне способствовала утверждению таких ценностей, как признание свободы и равноправия народов, универсальность международных правовых норм, не делящих мир на великие державы и остальной мир. В данном контексте считаем историческую роль ООН в качестве универсальной международной организации, включающей практически все страны мира, которым любое государство могло бы апеллировать в случае ущемления его интересов и безопасности. Сегодня позитивная роль и значение ООН в жизнеобеспечении человеческой расы остаются незыблемыми и неоспоримыми. Организация остается единственной, универсальной и наиболее легитимной структурой в области многосторонней дипломатии и межгосударственного сотрудничества. Кыргызстан признает центральную роль ООН в поддержании международного мира и безопасности, решении современных вызовов финансо-экономического, социального, культурно-гуманитарного и экологического характера, продвижение вопросов защиты прав человека, а также укрепление дружеских отношений между странами в соответствии с принципами международного права. Мы выступаем за взаимный учет интересов и равноправные отношения между субъектами международного права, построение справедливого и демократического миропорядка, основывающегося на многостороннем подходе. Считаем, что именно такому развитию международных отношений должна способствовать наша организация, организация объединенных наций. По иронии истории, 70-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН, ставшего символом единения и коллективизма, по времени совпало с тревожной международной ситуацией. Спустя четверть века после завершения Холодной войны международное сообщество вновь столкнулось с угрозой поляризации мира, нарушением основополагающих норм международного права, ростом вооруженных конфликтов и других негативных явлений. Вместо разрушенной Берлинской стены возводятся новые стены, стены из санкций, запретов и торговых барьеров. Среди членов Совета безопасности усилились разногласия, что не способствует поддержанию мира и стабильности. Мы столкнулись с ситуациями, когда некоторые государства предпочитают действовать вне рамок Совета безопасности ООН. Такой подход считаем контрпродуктивным, несоответствующим целям и принципам Устава ООН и ведущим к усугублению разногласий, потере доверия, дестабилизации международной обстановки и новой гонке вооружений. Господин председатель, на прошедшем саммите ООН по устойчивому развитию мы все стали участниками знаменательного события и одновременно приняли на себя высокое обязательство по коллективному обеспечению в последующие 15 лет устойчивого развития человечества в гармонии с природой. Кыргызстан приветствует принятие 17 всеобъемлющих целей устойчивого развития и связанных с ними целевых задач. Мы приложим все усилия для их полноценной реализации соразмерно-национальным возможностям, а также продолжим целенаправленную работу по улучшению неиспользованных полностью показателей целей развития тысячелетия. Вместе с тем реализация целей устойчивого развития на национальном уровне требует решения вопроса его адекватного международного финансирования. Этот вопрос горячо и всесторожно обсуждался между наименее развитыми странами и государственными донорами на третьей конференции ООН по финансированию развития в эфиопской столице Адисабебе в середине июля этого года. Мы согласны с мнением, что развивающие страны должны брать больше ответственности за финансирование национальных программ развития за счет эффективного использования внутренних резервов, улучшения налогового администрирования, борьбы с коррупцией. Однако и страны-доноры также должны оставаться вовлеченными и как можно скорее выполнить свои обязательства по увеличению объема официальной помощи в целях развития до показателя 0,7% от своих валовых национальных доходов. С другой стороны, хотелось бы особо подчеркнуть необходимость и возможность создания и сохранения благоприятных условий для устойчивого развития государства. В этой связи Кыргызстан с учетом своего национального опыта исходит из того, что любое государство имеет право на развитие. Считаем, что такое право неотъемлемо и не может кем-либо или чем-либо ограничено. Уверены, что вопросы гарантии такого права также актуальны и для большинства развивающихся стран по всему миру. Как представляется, это особо близко к государствам, не имеющим выхода к морю, малым островным государствам, странам, наиболее уязвимым к изменению климата, а также с большими долговыми обязательствами, не имеющим широких возможностей по искрению бедности. С сожалению, приходится констатировать, что сегодня все чаще возникает ситуация, когда отдельные государства, руководствуясь сугубо эгоистическими интересами, стремятся осуществлять свое развитие за счет развития других, ограничивая их возможности. Полагаем, что такого рода тенденции не должны иметь места в современном цивилизованном мире. Вместе с тем констатируем, что понятие права государственного развития до сих пор четко не закреплено в международном праве. Необходимо, конечно, уточнить, что право на развитие все же имеется в международном праве, однако исключительно в контексте прав человека. Речь, прежде всего, идет об Уставе ООН, всеобщей декларации прав человека и других документах. Вместе с тем считаем, что реализация соответствующих прав человека не может быть полноценной в случае, если аналогичным правом не будет обладать сам субъект международного права. Кыргызстан считает, что соблюдение и гарантия права государственного развития со временем должны стать основой построения справедливых международных отношений на глобальном уровне, наряду с такими принципами, как уважение к территориальной целостности и суверенитета, отказ от применения силы и невмешательство во внутренние дела. В этой связи моя страна видит необходимость широкого распространения концепции права государственного развития в рамках ООН. Предлагаем начать рассмотрение этого вопроса на экспертном уровне. Господин председатель, устойчивое развитие каждого государства во многом зависит от вопросов обеспечения безопасности и стабильности, в том числе на общемировом уровне. Полагаем, что сегодня страны должны отложить в сторону все разногласия и совместными усилиями под эгидой ООН активнее бороться с терроризмом и насильственным экстремизмом. Кыргызстан решительно осуждает все акты терроризма, независимо от их мотивов, где бы и кем бы они не совершались. У терроризма есть корни и причины, но нет никаких оправданий. При этом хотелось бы подчеркнуть, что мировое сообщество нуждается в совместном эффективном противодействии не только экстремизму, но и в отношении его насильственных проявлений. Сегодня мы становимся свидетелями того, что характер экстремистских угроз значительно меняется. Такого рода проявления уже в меньшей степени распространяются по географическому принципу. Имеют место повсеместная инфильтрация экстремистской идеологии в сознании людей, что подрывает основы общества изнутри, в самых различных странах региона мира. Различные экстремистские и террористические организации, консолидировав свои силы на базе единой экстремистской идеологии, становятся мощными преступными структурами, имеющими широкую сеть своих единомышленников. В этой связи мы считаем, что понятие экстремизма не должно ограниченно рассматриваться исключительно с точки зрения применяемых насильственных методов, но прежде всего в ракурсе принятия превентивных мер по недопущению пагубного идеологического влияния. Также считаем необходимым нацелить политику государств на противодействие экстремистским проявлениям в этой сфере, обеспечить эффективную защиту светского характера государств, укреплять взаимодействие с традиционными религиями, приорализации права граждан на свободу вероисповедания. Говоря о противодействии экстремизму на национальном уровне, хотел бы отметить, что кыргызская сторона добросовестно выполняет свои обязательства и привержена к конструктивному участию на национальном, региональном и международном уровнях в борьбе с этим злом. Резолюция 2178 Совета безопасности ООН расценивается нами как решительный шаг в противодействии иностранным боевикам-террористам. В рамках ее реализации мы направили свои усилия на укрепление пограничного контроля, авиационной безопасности, повышение потенциала правоохранительных органов и улучшение системы обмена информации. В феврале и мае текущего года суд нашей страны признал «Исламское государство», а «Нусра» и ряд других организаций террористическими и экстремистскими и запретил их деятельность в Кыргызстане. 24 июля 2015 года подписан закон, предусматривающий ответственность за наемничество и участие граждан страны в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств. Наши правоохранительные органы ведут активную борьбу с терроризмом и насильственным экстремизмом, и мы полны решимости продолжить ее. Мы искренне заинтересованы в мирном и стабильном развитии братского Афганистана. Ровно год назад состоялась инаугурация президента Ганья Ахмадзая и сформировано правительство национального единства во главе с доктором Абдулой Абдулой, что ознаменовало первую в истории Афганистана демократическую передачу власти. Считаем важным введение афганской экономики на путь стабильного и устойчивого развития, что имеет решающее значение в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Призываем международное сообщество в лице доноров полностью выполнить свои обязательства по оказанию содействия Афганистану. Со своей стороны Кыргызстан готов к тесному взаимодействию с Афганистаном по региональным торговым, энергетическим и коммуникационным проектам. Нынешняя ситуация в Лижневосточном регионе, раздираемом затяжными конфликтами, межконфессиональными столкновениями является предметом особой обеспокоенности. В результате гибнут тысячи невинных людей, включая детей и женщин. Мы призываем страны региона и конфликтующие стороны к прямым переговорам под эгидой ООН с целью выхода на политическое решение проблем. Без проявления твердой политической воли и решимости невозможно остановить человека убийства и проложить путь к национальному единству, примирению и восстановлению. Считаем, что внешнее вмешательство в любой конфликт должно оставаться в качестве крайней меры и применяться исключительно с санкцией Совета Безопасности ООН. Вместе с тем полагаем необходимым обратить внимание и на то, что сегодня проявляются новые вызовы мировой цивилизации, которые отходят от форм сугубо межгосударственных конфликтов и приобретают контуры идеологического противостояния. Причем речь идет не только об экстремистских религиозных проявлениях, но и о попытках насаждать собственные видения путей развития отдельных государств. Полагаем, что в данном контексте необходима принципиальная оценка таким проявлением, независимо от источников распространения таких идеологий. Считаем, что члены Совета Безопасности ООН, взявших в качестве стран-победителей по итогам Второй мировой войны на себя ответственность за судьбу мира, сегодня также должны взять на себя ответственность и по противодействию таким проявлениям, которые подрывают фундаментальные основы развития межгосударственных отношений. Господин председатель, 70 лет прошло с момента первого использования ядерного оружия и 45 лет с даты вступления в силу договора о нераспространении ядерного оружия. Да, человечеству удалось не допустить рецидива применения ядерного оружия. Однако, пока будет существовать само ядерное оружие, будет сохраняться риск его преднамеренного или непроизвольного использования. С сожалению, отмечаем, что договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний до сих пор не вступил в силу, а обзор на конференции 2015 года государств участников договора о нераспространении ядерного оружия завершилась без принятия важнейшего итогового документа. В этих условиях договор о зоне свободной от ядерного оружия в Центральной Азии является весомым вкладом в общемировой процесс ядерного разрушения. Как депозитарий и координатор стран-участниц этого договора, Кыргызстан выражает благодарность России, Китаю, Франции и Великобритании за ратификацию протокола о негативных гарантиях безопасности, а также призывает США как можно скорее выполнить соответствующие внутригосударственные процедуры. Недавно мы стали свидетелями успешного завершения многолетних переговоров в формате Иран и группа 6 и принятия совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Хочу поздравить страны-шестерки и Исламскую республику Иран по случаю этого исторического события. В качестве участницы одной из новейших безъядерных зон Кыргызстан призывает страны Ближнего Востока создать в регионе зону, свободную от ядерного оружия и всех других видов оружия массового уничтожения и системы его доставки. Это станет важной вехой в области разрушения, способствуя установлению мира на Ближнем Востоке. Господин председатель, в качестве важнейшего инструмента устойчивого развития, обеспечения безопасности страны мы рассматриваем укрепление всего спектра сотрудничества с нашими непосредственными соседями. В условиях нашего региона сотрудничество и всесторонний диалог рассматривается нами в качестве единственного и безальтернативного пути решения имеющихся вопросов. С другой стороны, приходится констатировать, что далеко не все существующие проблемы в регионе Центральной Азии удается успешно и оперативно решать. Речь, прежде всего, идет о развитии торгово-экономических отношений на справедливой и взаимовыгодной основе. По-прежнему недостаточно активны усилия по разрешению пограничных вопросов, координации усилий в области обеспечения региональной безопасности, либерализации правил торговли, гармонизации национальных законодательств, обеспечения транзита по межгосударственным, автомобильным и железнодорожным магистралям, координации подходов к развитию энергетики и транспортировке энергоносителей. Вопросы совместного водопользования также остро стоят на повестке дня вопросов межгосударственных отношений в Центральной Азии. В этой связи хотелось бы отметить, что при реализации избранного курса развития «Моя страна намерена особое внимание обратить на развитие своего гидроэнергетического потенциала, который является основой устойчивого развития страны. Наша принципиальная позиция заключается в том, что водные ресурсы и энергетика неразрывны и неотделимы друг от друга. В этой связи в целях реализации своего права на развитие Кыргызстан использует свой водно-энергетический потенциал для достижения поступательного социально-экономического развития, в том числе на основе модели зеленой экономики. Не менее важным фактором неопределенности регионального масштаба является неурегулированность пограничных вопросов Центральной Азии. Вместе с тем, их успешное решение без сомнения отвечает интересам всех государств региона. Это в значительной степени способствовало бы повышению транзитного потенциала наших стран, развитию приграничной инфраструктуры, улучшению экономической ситуации и снижению социальной напряженности в регионе. С учетом изложенного считаем, что развитие всестороннего регионального сотрудничества должно быть основой для обеспечения устойчивого развития, стабильности и безопасности всей Центральной Азии. Фактическое отсутствие прямого многостороннего политического диалога непосредственно между самими странами Центральной Азии усугубляет имеющиеся оригинальные проблемы, препятствует экономическому развитию наших стран. С сожалению, приходится констатировать, что имеющиеся общие проблемы страны нашего региона на международных площадках не выступают единым фронтом и не объединяют свои усилия по решению этих вопросов на глобальном уровне. В этой связи считаем, что сегодня, как никогда назрела необходимость создания широкой диалоговой площадки в формате пяти стран Центральной Азии. Создание такого качественного нового механизма, в рамках которого можно было бы предметно обсуждать вопросы торговли, экономики, границ, энергетики, водопользования, транспортного сопряжения, экологии, изменения климата, видится нам на сущий необходимый. Призываем наших соседей рассмотреть эту инициативу. Кыргызстан, в свою очередь, готов приступить к обсуждению деталей создания новой региональной платформы. Господин председатель, в политической декларации САПИТа ООН по устойчивому развитию мы условились укреплять демократию, добросовестное управление, верховенство закона и уважение прав человека и обеспечивать экономический рост, который благоприятно содействует устойчивому развитию. Мы полностью разделяем этот тезис и со своей стороны вносим достойный вклад в международные усилия в этом направлении. Вместе с тем считаем важным особо отметить, что Кыргызстан имеет свой исторический путь развития демократии, не привнесенный из ней и являющийся коренным элементом национального самосознания. Демократические ценности на протяжении многих веков лежали в основе развития нашего общества и не являются для нашего народа абстрактной чужеродной субстанцией. Кыргызстан в настоящее время, опираясь на собственный исторический и культурный опыт, последовательно продолжает развивать и укреплять национальную модель государственного управления, основанную на принципах парламентской демократии. На днях в моей стране состоятся очередные выборы в национальный парламент, которые во многом станут индикатором уровня демократического развития страны, а их итоги – залогом единства народа и сплоченности. Мы намерены обеспечить проведение этих выборов на основе демократических принципов открытости и справедливости в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. В августе этого года произошло историческое событие для Кыргызстана. Мы стали полноправными членами в Евразийском экономическом союзе. Кыргызстан получил беспрепятственный доступ на региональный рынок товаров и услуг, капиталы и рабочей силы, а также дополнительную возможность развивать сельское хозяйство и промышленность, раскручивать транспортно-транзитный потенциал. Участие в этой интеграционной структуре также будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее интеграции в мировые хозяйственные связи. Вместе с тем, благодаря положительным результатам проведения в последние годы целенаправленной экономической политики в 2014 году Всемирный банк исключил Кыргызстан из числа бедных государств и перевел в разгляд развивающихся стран со средним уровнем дохода. Для поддержания устойчивых темпов экономического роста в Кыргызстане 2015 год был объявлен годом укрепления национальной экономики. Хотелось бы также отметить, что в Кыргызстане ведется бескомпромиссная борьба против коррупции. В 2014 году Кыргызстан улучшил статус в международном рейтинге восприятия коррупции, переместившись со 150-й позиции на 136-ю. Мы настроены продолжать работу в данном направлении в соответствии с международной кампанией по укреплению добросовестного управления. Защита прав человека является одним из основных приоритетов государственной политики. Кыргызстан старается полностью исполнять взятые на себя обязательства в рамках Устава ООН, всеобъемлющие декларации прав человека и других международных права человеческих договоров и соглашений. Сегодня в Кыргызстане действует свободная пресса и активно развивается гражданское общество, укрепляется межэтнический мир и согласие. В настоящее время наша страна усиленно работает над своим избранием в члены Совета ООН по правам человека на 2016-2018 годы. В этой связи имею честь еще раз обратиться к государственным членам ООН, поддержать нашу конъюнтуру на выборах в октябре этого года. Господин председатель, в заключение хочу снова вернуться к теме зарождения 70 лет назад ООН, которая вселила нам чувство уверенности в завтрашнем дне и стала воплощением лучших общечеловеческих идеалов и защитником интересов всех народов мира. За 70 лет своего существования ООН прочно утвердилась как эффективный и общепризнанный центр системы международной безопасности и ответственности. Неоценимым достижением ООН являются механизмы предотвращения конфликтов, беспристрастного посредничества, поддержания мира и миростроительства. ООН также стала важнейшим инструментом решения международных социально-экономических, финансовых, культурно-гуманитарных и других проблем. Специализированные учреждения, фонды, программы и органы системы ООН являются востребованными и эффективными партнерами развивающихся государств. Сегодня человечество проходит сложный отрезок на пути своего эволюционного развития, а ООН – испытание на свое соответствие требованиям современного миропорядка. В этой ситуации мы должны объединить общие усилия всех государств-членов ООН в борьбе с глобальными вызовами и угрозами международной безопасности и по обеспечению устойчивого развития. В авангарде этой кампании должна быть реформированная ООН, которая должна иметь безусловную политическую и финансовую поддержку своих государств-членов. В этой связи призываем поддержать и укрепить нашу организацию со своей стороны. Со своей стороны Кыргызстан всегда будет активно и ответственно содействовать в рамках ООН с целью поддержки ее деятельности и совместного решения глобальных проблем. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ